Автомобильное прошлое улицы Панфилова, всего 18 различных заведений, довольно средняя посещаемость. Затем настала пора реконструкции. Отныне не автомобили, а пешеходы, главные участники трафика. Амонят алматинцев, созданные архитекторами и дизайнерами, условия. И, конечно, обилие различных заведений. Их количество здесь увеличилось с 18 до 30. Если мы раньше ориентировались только на торговые центры, то сейчас мы говорим про длинные пешеходные улицы. О том, что первые этажи и фасады первых этажей, они должны быть привлекательными. Что они должны быть коммерциализированы в том плане, что бизнес... Это как раз-таки площадка для бизнеса, где он непосредственно может общаться со своим покупателем. И неудивительно, что, например, сейчас происходит рост налоговых поступлений на 6% по последним исчислениям. Это только после 7 месяцев после реконструкции. После подобных трансформаций, что пережила улица Панфилова, рост трафика увеличивается примерно на треть. Об этом говорит мировой опыт. Но Панфилов и Жебек-Жалэ этот показатель с легкостью преодолели. Посещаемость на улицах выросла на 40%. А ежемесячный оборот бизнеса увеличился с 25 до 37 миллионов семьи. Примите заказ? Реконструкция улицы Панфилова для нас сложилась положительно. Почему? Потому что мы обратили внимание на то, что количество гуляющих, проходящих по этой улице увеличилось в разы. Мы обратили внимание на то, что в теплые летние дни, вечера, выходные, праздничные дни, потоки, которые начали проходить через улицу Панфилова, они на самом деле грандиозные, очень большие. Поэтому для нас реконструкция улицы Панфилова, она сложилась положительно, так как количество посетителей, мы обратили на это внимание, стало больше. Впрочем, столь радужное настоящее наступило после некоторых неудобств. Во время реконструкции, во время масштабных ремонтных работ продажи несколько упали. Но бизнесмены терпеливо ждали, за что и сейчас получают награду в виде подросшей прибыли. В предыдущий год у нас было сильное падение, в том числе из-за реконструкции. В общем, мы набрались терпения и в этом году мы видим увеличение продаж на 30%. И ключевое, что мы видим увеличение не только продаж, но увеличение трафика. Мы видим, что меняется культура потребления. Потому что, мне кажется, человек, который гуляет по таким улицам, он, мне кажется, внутри чуть-чуть тоже меняется. Он немножко меняет свое поведение, он меняет, в какой-то степени меняет продукт, который он потребляет. Поэтому я считаю, что мы вместе с городом, вместе меняем культуру потребления. В целом, в прошлом году, я напомню, модернизировали улицу Жибехжалы, Гоголя, Кабамбай-Батыра, Тулебаева, Байситовый и площадь Астана. Ну и, конечно, улицу, теперь уже пешеходную улицу Панфилова. Где мы сейчас и находимся. Я считаю, что это к лучшему только. И зона стала более такой парковой. Очень удобно, я думаю, с детьми гулять, просто гулять. Только положительные эмоции. Ну, у нас в городе и автомобилистов много, и пешеходов. Это тоже надо учитывать. Поэтому я только за, что пешеходы здесь гуляют. Я, бывает, и в 12 ночи здесь прохожу. Всегда много народу и очень радостно. А масштабная реконструкция Алматы продолжается. На очереди проспекты Абая, Аблайхана, Достык, Назарбаева, Жевдоксан. Привоксальная территория Алматы-2 и площадь перед Дворцом Республики. Алло Салеменова, Рашид Денья Купов, телеканал Алматы. Привоксальная территория Алматы-2 и площадь перед Дворцом Республики.